Урок 3. Календарь. Часть 1. Знакомство с пользовательским интерфейсом программы «Календарь». В этом уроке мы познакомимся со встроенным приложением «Календарь». Программа «Календарь» предназначена для составления расписания встреч и событий, а также для эффективного управления личным временем. Программу можно запустить несколькими способами. Первый способ – это зайти в меню «Пуск», «Программы» и выбрать ярлык с надписью «Календарь». Второй способ – это коснуться стилусом соответствующего плагина на экране «Сегодня». При этом немедленно запустится само приложение. По умолчанию при запуске календаря на экране отображается краткая повестка дня, которая содержит суммарную информацию обо всех запланированных на сегодня делах и встречах. В левом верхнем углу отображается текущая дата. Посередине расположены дни недели, а справа находятся кнопки смены текущей недели. Впрочем, все элементы интерфейса интерактивны. Проще говоря, при нажатии на пункт с текущей датой на экране появится календарь, при помощи которого можно выбрать интересующий вас год, месяц и день. Далее идет временная шкала. Синим цветом на ней отмечено уже занятое время. Таким образом, можно быстро и наглядно посмотреть, насколько сильно загружен сегодняшний день. Основную часть экрана занимает список запланированных дел. Для каждого события отображается его заголовок, место и время. Для того, чтобы просмотреть более подробную информацию, достаточно коснуться стилусом интересующего вас пункта. Для того, чтобы перейти к режиму «Обзор дня», выберите пункт «День» в левом нижнем углу. На экране появится список запланированных дел, расписанный по часам. Рабочее время выделено желтым цветом. Для каждого события отображается его название, место и время. Для того, чтобы просмотреть более подробную информацию, коснитесь стилусом интересующего вас пункта. Для того, чтобы перейти к режиму «Обзор недели», выберите пункт «Неделя» в левом нижнем углу. На экране появится сводная таблица, объединяющая дни недели и суточное время. По умолчанию в настройках стоит пятидневная рабочая неделя, но при желании ее можно изменить на шести- или семидневную. Рабочие часы также отмечены желтым цветом. Запланированные события отображаются в виде цветных прямоугольников. Для того, чтобы получить более детальную информацию, коснитесь стилусом интересующего вас события. Для того, чтобы перейти к режиму «Обзор месяца», выберите пункт «Месяц» в левом нижнем углу. На экране появится календарь. Для удобства текущий месяц выделен желтым цветом. Узнать, есть ли какие-либо запланированные события на тот или иной день месяца, можно по наличию синего треугольника в правом нижнем углу. Коснувшись стилусом интересующего вас дня недели, вы автоматически перейдете в режим «Обзор дня». Для того, чтобы перейти к режиму «Обзор года», выберите пункт «Год» в левом нижнем углу. На экране появится календарь на весь текущий год. К сожалению, запланированные события на нем никак не отображаются. Выбрав нужный день месяца, вы автоматически перейдете в режим «Обзор дня». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok